Здравствуйте! Очень волнительно выступать после истории уважаемых коллег. Хочу представить вам тему «Оптимальная степень стигматизации как индивидуальный психологический ресурс пациентов кардиологической клиники». Актуальность обусловлена тем, что 31% всех случаев смерти по статистике 2015 года Всесоюзной Организации Здравоохранения по причине сердечно-сосудистых заболеваний. И предотвратить их можно путем профилактики факторов риска. Употребление тупака, алкоголя, нездоровое питание, ожирение, отсутствие физической активности, несовременное обращение за медицинской помощью. Назовем это антиресурсы. Если определение антиресурсов – это задача профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, то определение ресурсов – задача повышения качества лечения и реабилитации. И наша гипотеза состоит в том, что стигматизация может быть как ресурсом, так и антиресурсом. Задача исследования – определить оптимальный уровень стигматизации и описать его характеристики. Задача психологической помощи пациентам – помочь больному сохранить свою идентичность, реализуя свои цели, свои ценности и свои уникальные ресурсы. Антиресурсы мы понимаем как факторы, провоцирующие заболевания, определяющие уровень стигматизации и снижающие эффективность лечебного процесса. Ресурсы же – это средства, наличие и достаточность которых способствуют достижению цели, подтверждению благополучия и, наоборот, отсутствие недостаточности мешают. Стигматизация – это негативные социальные последствия диагноза, связанные с дискриминирующим постыдным стереотипом, которое влечет за собой у пациента чувство вины, стыда, страха, желание скрывать симптомы и остаться в стороне от социальных источников поддержки. Самая же стигматизация определяется как совокупность реакций пациента на проявление болезни и на статус больного человека. Исследование проводилось в 1-й городской больнице соматического профиля города Тольятти, в городской больнице номер 38 города Пушкина и больнице Петра Великого города Санкт-Петербург. Классификация нозологии формы и течения состояния пациента на момент госпитализации проводилась с лечащим врачом на 2-й-5-й день пребывания в стационаре в зависимости от самочувствия пациента, соответственно, МКБ-10. Критериями учитывались как основной диагноз, так и сопутствующий. Критериями за исключение из исследования были нозологическая неоднозначность, острая патология и отказ от лечения. Перед вами на слайде методы, которые были подобраны, соответственно, биопсихосоциальные парадигмы и математические, статистические, экспериментально-психологические. Я не буду на них останавливаться подробно, я думаю, они всем хорошо известны. В исследовании участвовало 113 пациентов. С помощью кластерного анализа метода Дембарда был определен средний диапазон стигмы. Это 48-60%. То есть 48-60% это средний диапазон стигматизации пациента. Группа пациентов со средним диапазоном составила 32 человека. 19 женщин и 13 мужчин. Возраст от 18 до 65 лет. С диагнозом гипертоническая болезнь 1-2 степени, цинокардинное напряжение, функциональный класс 2-3 и инфаркт миокарда. Исследовались различия в среднем диапазоне стигмы по следующим биологическим факторам. Диагноз, вид лечения, форма течения, количество госпитализации, состояние пациента на момент госпитализации, стаж заболевания и результаты лечения. Анализ различий по диагнозу средних показателей в разных диапазонах стигмы позволяет сделать следующие выводы. Минимальный показатель стигматизации у пациентов с инфарктом. Максимальный показатель у пациентов с гипертонической болезнью 1-2 степени. И пациенты, имеющие средний уровень стигматизации, их уровень стигматизации соответствует тяжести, потому его можно считать оптимальным либо ресурсным. Анализ различий по виду лечения в группе среднего диапазона стигмы показывает, что пациенты, принимающие терапевтическое лечение, их средний показатель стигматизации находится в среднем диапазоне стигмы, то есть является ресурсным. Оперативное лечение антиресурсным. Исследование различий по состоянию пациента на момент госпитализации в среднем диапазоне стигмы показывает, что 69% пациентов в удовлетворительном состоянии чрезмерно стигматизируются, то есть чрезмерно принимают на себя роль больного. Пациенты в тяжелом состоянии, 60% таких пациентов, недостаточно стигматизируются. Пациенты в тяжелом состоянии, в среднем диапазоне стигмы, недиагностированы. То есть пациентов в тяжелом состоянии, со средним диапазоном стигмы попросту нет. Зато есть 75% пациентов средней тяжести на момент госпитализации. Поэтому можно сказать, что состояние средней тяжести при госпитализации ресурс для формирования оптимального уровня стигматизации. Различия по количеству госпитализации, стажу и результатам лечения в среднем диапазоне стигмы не выявлены. Однако важно сказать, что относительно феномена в целом среди биологических факторов коррелирует со стигматизацией только количество госпитализации. То есть можно сделать вывод о том, что степень стигматизации пациентов на среднем уровне достаточная, чтобы минимизировать последующие госпитализации. Итак, биологические ресурсы пациентов. Это легкая степень выраженности, патологии, консервативный вид лечения и состояние средней тяжести на момент госпитализации. Антиресурсы. Биологические антиресурсы. Это тяжелая патология, оперативный вид лечения и неадекватное состояние при госпитализации. Кроме того, низкий или высокий уровень стигматизации. Различия в среднем диапазоне стигмы по следующим социально-демографическим факторам незначимы. Однако важно отметить, что такие факторы, как гендерная принадлежность и образование, значимы относительно феномена в целом, что является посвенным признаком того, что средний уровень стигматизации является оптимальным. Анализ различий по фактору позиции в семье в среднем диапазоне стигмы показывает, что мешающая, либо гипоопекающая позиция находится в среднем диапазоне стигмы. То есть она является ресурсом. Соответственно, гипоопекающая и нейтральная, либо формальная позиция является антиресурсом. Значимых пато-психологических различий в среднем диапазоне стигмы не обнаружено. Хотя относительно феномена в целом были диагностированы особенности, которые говорят про избегающий стиль поведения, обуславливающий нарушение социальной адаптации в виде изоляции или агрессивной конфронтации с окружающими. Неудовлетворенная потребность в поддержке клинически появляется в повышении тревоги и депрессии. Пациенты, имеющие средний уровень стигматизации, принимающие ограничения диагноза, учитывающие свои физиологические особенности, они получают алгоритм поведения и тем самым справляются с тревожностью, что им помогает адаптироваться к новых условиям болезни и получать социальную поддержку. Отсутствие выраженной личностной и межличностной проблематики позволяет считать средний уровень стигмы оптимальными. Выводы. Сравнительный анализ различий биологических, социально-демографических факторов и уровней стигматизации показал, что средний уровень стигматизации, а именно 48-60%, оптимальный, то есть ресурсный. Средний уровень стигматизации позволяет обозначить биопсихосоциальные факторы как ресурсы или антиресурсы. Он указывает на предполагаемое более высокое качество лечения и реабилитации, а также вероятность сохранения идентичности пациентов. Сравнительный анализ различий биопсихосоциальных факторов позволяет определить ресурсы для эффективного лечения и реабилитации пациентов кардиологической клиники. Это легкая патология соматического заболевания, это консервативный вид лечения, причем легкая патология является показанием для амбулаторного лечения, а состояние средней тяжести для стационарного. Повышение качества лечения и реабилитации с помощью психологического сопровождения возможно за счет активации индивидуальных ресурсов пациентов. Сравнительный анализ различий биопсихосоциальных факторов позволяет определить антиресурсы. Это выраженная тяжесть соматического заболевания, оперативный вид лечения, как основной, гиперопекающие позиции семьи и низкий или высокий уровень стигматизации пациентов. Отсутствие выраженных трудностей межличностного взаимодействия и адаптации пациентов, имеющих средний уровень стигматизации, определяет главный ресурс выживания, социальную поддержку, с помощью которой пациент может сохранить свою идентичность, реализуя свои цели и ценности, используя свои уникальные ресурсы, диагностировать средний уровень стигматизации как ресурс. Практические рекомендации для медицинского психолога в кардиологической клинике. Диагностика, которая состоит в определении уровня стигматизации, анализе соотношения степени стигматизации и тяжести соматического состояния, в изучении индивидуальных ресурсов и антиресурсов. И психокоррекция, которая состоит в формировании адекватной позиции по отношению к болезни и лечению пациентов и их семьи, восстановлению внутрисемейных связей, в изменении неадекватных реакций на болезнь, создание у больных и членов их семьи семей адекватных реалистических установок на лечении, что способствует улучшению состояния больных и профилактике рецидивов заболеваний. Спасибо за внимание.